День в истории. 7 августа 1890 года родилась Элизабет Герли Флинн, американская коммунистка, видный деятель рабочего движения, борец с расизмом и дискриминацией женщин, одна из ключевых деятелей профсоюза, индустриальные рабочие мира, председатель коммунистической партии США. 7 августа 1905 года в Женеве вышла из печати брошюра Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции», посвященная теоретическому обоснованию стратегии и тактики большевистской партии и критике оппортунистической тактики меньшевиков в период революции 1905 года в России. Цитата. «Революционный момент тем и отличается от обыкновенных, будничных, подготовительных исторических моментов, что настроение, возбуждение, убеждения масс должны проявляться и проявляются в действии». Конец цитаты. 7 августа или 25 июля 1917 года в газете «Рабочий и солдат» опубликовано воззвание Общегородской Петроградской конференции большевиков, написанное Сталиным ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда. Цитата. «Рабочие, на вас выпала почетная роль вождей русской революции. Сплачивайте массы вокруг себя и собирайте их под знамя нашей партии. Помните, что в тяжелые минуты июльских дней, когда враги народа стреляли в революцию, партия большевиков была единственная, которая не покинула рабочих кварталов. Помните, что в те тяжелые дни меньшевики и эсеры были в лагере тех, которые громили и разрушали рабочих. Под наше знамя, товарищи, крестьяне, ваши вожди не оправдали ваших надежд, они поплелись за контрреволюцией, а вы остаетесь без земли, ибо пока господствует контрреволюция, вам не получить помещичьих земель. Рабочие, вот ваши единственные верные союзники. Только в союзе с ними добьетесь земли и воли. Сплачивайтесь же вокруг рабочих. Солдаты, силы революции, в союзе народа и солдат. Министры приходят и уходят, а народ остается. Будьте же всегда с народом и боритесь в его рядах. Долой контрреволюцию, да здравствует революция, да здравствует социализм и братство народов. Конец цитаты. 7 августа 1918 года отряды белогвардейского полковника Владимира Каппеля захватили Казань, ключевой город Поволжья. Это грозило советской власти серьезными последствиями. С приближением белых могли восстать рабочие в других российских городах. Но главное, в руки белых попала значительная часть царского золотого запаса, который большевики свезли в городской банк. Советская власть пыталась спешно вывести золото из Казани. Однако события развивались несколько стремительно, что сделать это не успели. В свою очередь Каппель сумел организовать эвакуацию золотого запаса, хотя город находился в его руках всего около месяца. Советская власть в конце концов усилиями Троцкого и Тухачевского сумела справиться с Поволжским кризисом. Однако золотой запас попал в Омск к адмиралу Колчаку. В дальнейшем примерно две трети этого золота вернулись в руки советской власти, одна треть была частью продана или передана в иностранные банки для обеспечения кредитов, а частью переведена на счета доверенных лиц. В этот же день 1921 года умер Александр Блок. Творчество Александра Блока – целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого. Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк. Взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целой странице, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами, кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одинаково любовно памятен Блок. 1943 Операция «Суворов» Смоленская стратегическая наступательная операция 7 августа 1943 года началась Смоленская стратегическая наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов против фашистских захватчиков, проведенная с целью разгромить левое крыло немецкой группы армий «Центр» и не допустить переброски ее сил на юго-западное направление, где Красная армия наносила главный удар, а также освободить Смоленск, получила кодовое наименование «Суворов». 1970 Совет министров СССР принял постановление о повышении роли государственного арбитража В 1983 ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление об укреплении социалистической трудовой дисциплины. Продолжение следует...